Часто от пациентов можно слышать фразу «У меня не смещён третий позвонок, у меня нет смещения никакого». И что такое, что вообще под этим подразумевает? Часто и сами врачи, мануальные терапевты тоже, чтобы не объяснять сильно, не загружать пациента терминологией всеми этими сложностями, они говорят, что устранили смещение. Но фактически устраняется не смещение, а устраняется фиксация. Фиксация – это функциональный блок. Функциональный блок – это ограничение подвижности сустава. То есть он никуда там не смещается. Происходит просто его остановка в одном из движений. То есть в норме каждый сустав двигается по определенной траектории. Например, позвонок относительно позвонка двигается с помощью этих межпозвонковых суставов. И вот это движение происходит за счет мышц. И когда какая-то мышца полноценно не работает, другая укоротилась, движение происходит только в одну сторону. Или, например, оно произошло в одну сторону и так и осталось, в этом положении остановилось. И задача манипуляции, что значит поставить на место? Это просто устраняет вот этот функциональный блок, смещает его как бы в другую сторону. Делает манипуляционный толчок и с помощью этого восстанавливает движение в суставе под тем углом, под которым не было движения. Вот бывают случаи, когда, ну то есть, многие, например, даже врачи других специальностей, вот многие неврологи, они боятся мануальных терапевтов и рассказывают вот такие истории про то, что там кому-то свернули шею, там допустим, да, или какие-то другие случаи, кому-то с помощью, ну там делали манипуляцию и рассекли там позвоночную артерию, с такими случаями я, конечно, не сталкивался, даже не сталкивался с историями, как кто-то рассказывал про кого-то, что такое произошло, но вот такие истории я слышал. И почему с помощью манипуляций можно травмировать человека? Потому что, как правило, это делают либо люди, не имеющие образование мануального терапевта, либо имеющие его по ошибке, либо, ну, допустившую там ошибку, допустим, да, либо, ну, растут руки не из того места у человека, но почему-то он занимается этой профессией. В общем, у каждого сустава есть определенный угол движения, и каждая манипуляция, она должна быть под этим углом. Есть манипуляции, которые осваивают врачи, вот начальные как бы манипуляции, вот когда только врач-мануальный терапевт начинает заниматься, у него первая группа манипуляций, которые он осваивает, они самые простые, они неизбирательные на каждый сустав, то есть он только там осваивает, как все эти суставы двигаются, как биомеханика движений происходит. И самые первые манипуляции, вот на шею, те, которые себя боятся, это вот с ротацией манипуляции, с поворотом. Она одновременно и самая легкая, но она и, может быть, самая травматичная, конечно. То есть в этом случае невозможно там избрать, на какой из суставов манипуляция будет. Вот. Но даже если правильно технически ее сделать, правильно почувствовать, в каком суставе есть ограничение движения, она безопасна в принципе. Другое дело, что еще страдает у некоторых врачей сама техника манипуляции, потому что несколько вот фаз, как его надо правильно делать. То есть сначала нужно довести сустав до, так называется, преднапряжения, то есть как бы полностью движение в суставе сделать и почувствовать вот это вот ограничение. И потом продолжить движение в суставе именно под правильным углом. Вот если угол сделать чуть не тот, можно немножко травмировать, перерастянуть связки, вызвать отек. Либо если вот этот вот манипуляционный толчок сделать слишком сильным, то можно, конечно, повредить там все, что угодно. И часто манипуляция, ошибка основная, это первое, это неправильный угол под неправильным углом делают. И второе, сама техника манипуляции, то есть правильная техника, это довести до преднапряжения, почувствовать ограничение движения, и уже сделать резкий, короткий манипуляционный толчок. И вот этот манипуляционный толчок, это уже с опытом, как бы приходит для каждого сустава. Нужно подбирать силу и амплитуду вот этого манипуляционного толчка. Это, конечно, все уже опытным путем, с опытом это все приходит. Вот, допустим, у меня у самого был такой случай, когда я начинал работать врачом-мануальным терапевтом. И тоже там бывало так, что там в течение рабочего дня мы там друг другу снимали блоки там, ну там, допустим, там я говорю, шею хруй, ну там сделай мне манипуляцию на шею. Говорю своему коллеге. Ну и он с радостью мне там делает все хорошо, все нормально. И в один прекрасный день он говорит, что-то мне кажется, блок не до конца я это снимаю, давай-ка ложись на край кушетки. И значит, он меня положил, чтобы у меня голова свисала. И как раз вот эта манипуляция с ротацией, с поворотом, он мне как сделал так от души хорошо, повернул нормально так. И что-то у меня там действительно хрустнуло еще дополнительно после того, как после обычной манипуляции еще хрустнул. Я подумал, ну, наверное, это к лучшему. И где-то через 15 минут, в общем, у меня начались такие жутчайшие боли, и они не в голове, и они не в шее, а где-то вот между ними. То есть в том месте, где голова соединяется с шеей, как раз в том месте, где вот находятся короткие разгибатели. Вот, то есть это была такая чудовищная боль. Ну, вот ее очень сложно было терпеть, конечно. И не помогали ни стероидные препараты, ни какие-то другие обезболивающие. Вот, приходилось терпеть. То есть, видимо, за счет вот этой избыточной ротации, за счет вот этого избыточного поворота, вот, что-то он мне там, ну, порвал. Ну, вот мы учились вот так вот друг на друге, учились, экспериментировали. Вот, потом я еще пару лет вот после этого периодически вот у меня вот это вот напоминало мне о себе его манипуляция. То есть потом я это все восстанавливал. Ну, сами короткие разгибатели уже порваны. Там они у меня потихоньку срастались. Сама капсула сустава там. Приходилось восстанавливать еще движение первого позвонка. Вот. Ну, вот зато как бы и он понял, и я понял, что вот так делать не следует. И как бы мы поняли, что надо что-то осваивать другие манипуляции. Да? И с другой стороны, если приходится их постоянно делать, то есть если, допустим, вот сняли блок, он снова образуется у вас, это говорит о том, что сустав-то не двигается у вас. Хорошо, конечно, если вы постоянно пассивно его заставляете двигаться, но надо, чтобы он двигался активно, чтобы ваши собственные мышцы в полном объеме использовали вот этот вот объем, в полном объеме использовали объем ваших объемных суставов. для того, чтобы все было объемно. И вот таким образом, вот теперь вы все это знаете, теперь вы все это понимаете. Но только придете лечиться к мануальным терапевту, не надо ему как бы его учить, как делать, а то он вас выгонит из кабинета сразу. Вот. Это так, чтобы вам знать. Это вообще видео для мануальных терапевтов. Если вы не мануальный терапевт, вам нельзя было его смотреть, и вы должны были его вначале выключить.